В условиях северной зоны края, где находится наша компания, мы убедились, что особенно в годы не совсем благоприятные, а наша зона относится к зоне неустойчивого увлажнения. То есть постоянно испытывается недостаток, то есть благоприятных условий практически не бывает, что посадки равномерно выпадали в течение периода вегетации, в данном случае кукурузы. И в этих условиях мы провели производственные опыты и убедились, что наши гибриды, которые выращиваются в нашем книзке, они ничуть не хуже, а в жестких условиях по урожайности даже превосходят импортные гибриды. Мы заняли семеноводством два года назад, семеноводством кукурузы, отечественной селекции, селекции НЦЗ имени Лухьяненко. Мы поняли, что разницы в урожайности в наших условиях нет, особенно в засушливых условиях наша кукуруза дает более стабильный урожай. Наша кукуруза не подвергается этой такой серьезной воздушной засухе, когда происходит стерильность пыльцы, и она в любом случае дает урожай. Если вспомнить 2020 год, когда была очень сильная засуха у нас, за год выпало у нас там 300-350 миллиметров, наша кукуруза дала урожай, пусть даже 40 центров, мы получили урожай. Импортные гибриды вокруг Белоглинский, Новопокровский район, они вообще не получали урожая, кукуруза была стерильная, пыльца стерильная, и урожая вообще не получена. Эта масса была убрана либо на зеленый корм, либо вообще она была убрана и измельчена на поверхности почвы. Мы производим семена, высеваем родительские линии, получаем гибрид первого поколения, это участки гибридизации, проводим сорта прополки, видовые прополки, мы все это делаем как минимум трижды. По урожайности мы поняли, что большой разницы нет, но зато это гарантия того, что у нас есть семена, гарантия нашей безопасности, и сейчас в этих условиях импортной кукурузы у нас нет, хотя мы там ее заказывали буквально на 300 гектар, из площади 2500 гектар, которые мы высеваем кукурузы, семян нет, а наша кукуруза есть, она готова, и мы готовы уже ее сеять. Если говорить не о семенах, а все-таки о товарных посевах, вот урожайность в ваших условиях, урожайность отечественных гибридов и зарубежных, или сортных? Гибридов, да. Можете назвать какие гибриды высеяли, какие вам больше всего понравились? По краснодарской селекции мы высевали флагман, у них краснодарский 291, также я еще занимался краснодарской 385, краснодарская 507 сил основного направления, краснодарская 194, это раннеспелый гибрид, в нашей зоне лучше всего показал это краснодарский 291 и 194, это раннеспелые гибриды. Сравнивали мы их с импортной селекцией, урожай получился на уровне, плюс-минус погрешность опыта, конечно импортные гибриды, они лучше отдают влагу, это однозначно, селекцией надо, на нашей селекции еще работать, но по урожайности, вот мы 291 кукурузу высевали, мы в прошлом году получали отдельные клетки 80-85 центнеров, средняя урожайность получилась в районе 60 центнеров, но отдельные клетки давали за 80, то есть перспектива есть, заниматься надо, и кукуруза она более устойчивая, чем импортная, ко всем почвенно-климатическим условиям, она адаптирована к нашим условиям возделывания в нашей зоне. Какие есть особенности работы именно с нашими гибридами? Требуют ли они до сушки или более ранней уборки, или, не знаю, иссекации? Особенности какие? Вовремя надо убрать, с влажностью 14 и ниже процентов, конечно, кукуруза сырая, она не хранится, ее надо убирать сухую, либо подсушивать. У нас есть две газовые сушилки, мы способны даже если убирать при влажности 16-18%, мы сможем ее подсушить. Хотя импортная кукуруза также она, тут такого какого-то чуда не бывает, что она сразу будет сухая, ее также надо убирать, сушить, подрабатывать. Какие гибриды вы получите, семена каких гибридов вы получите и сколько кукурузы подадите? В этом году у нас участок гибридизации будет один на площади 45 гектаров, это Краснодарская 291, порядка где-то 100-120 тонн мы планируем получить семян, это для нужд собственного производства, где-то порядка 2500-3000 гектаров уйдет, а остальное на реализацию. Ну и участки у нас мы планируем высевать линии для института, родительские линии получать именно для института на орошение.